Каждый понедельник и четверг с 18 до 19.00 я создаю турнир и пароль вместе с хэштегом сбрасываю в чатике палринга. Кроме всего прочего, в этом же чате я отвечаю на ваши вопросы целый час. Ссылочка в описании. Всем привет, с вами Аурум. Сегодня я хотел бы показать вам, как реализовать баг с Инферно. Инферно, которое убьет вражескую вышку. Ну, ребята, вы на самом деле знаете, что я уже записывал на эту тему ролик, причем это было очень давно, около полугода назад. Вот сейчас вы видите кадры из того самого видео, но так как раньше реализовать этот баг уже сейчас невозможно. Потому что если вы попробуете просто в тупую застроить сборщиками и различными зданиями всю свою базу, то в итоге вам выдаст вот такую вот ошибочку, которую вы видите у себя на экране. То есть ребята пытались, у них ничего не получилось. Ну, а сегодня давайте посмотрим реплей там, где у ребят действительно получилось и как именно они это сделали. Потому что разрабы, еще раз повторюсь, стандартную схему пофиксили и выдают ошибку, что невозможно, нет места, чтобы поставить. Ну, как сделать так, чтобы получилось? Давайте смотреть. Итак, как вы понимаете, реализовать баг простым методом застройки, например, всей территории сборщиками или различными зданиями невозможно. Как я уже сказал, вы видели, какая ошибка выдается. Поэтому давайте посмотрим, как это реализовали парни из клана Скорб. Кстати говоря, это официальный клан группы Clash Royale и сайта Fun Royale. Итак, сборщики будут ставиться по определенному принципу. Как сказал мне типа Zero Bone, это глава этого клана, нужно ставить буквой Т. Ну, это не особо буква Т, а это, грубо говоря, вот здесь сборщик, вот здесь два сборщика и вот здесь сборщики. То есть таким образом вся территория застраивается полностью. То есть не нужно ставить их друг возле друга, просто нужно поставить так, чтобы вот здесь уже нельзя, к примеру, поставить. Здесь тоже нельзя поставить. То есть они в таком ключе вот будут сейчас строиться. После этого будет офигительная хитрость. То есть после того, как вся территория будет занята, если мы захотим построить сборщик путем перетягивания карты, нам напишут, что невозможно его построить. Поэтому будет хитрость, когда если у нас вот здесь будет, например, вместо вот этой заморозки у нас будет карта сборщика, мы должны будем перетянуть эту карту вот сюда, на это поле. И она автоматически закрепится в нашем случае вот в этой точке. Я просто подготавливаю вас морально к тому, что произойдет. Я поставлю на паузу и еще раз объясню, опять же, тем людям, которые хотят повторить. Но при этом вот эти вот, вся вот эта территория должна быть застроена. То есть вот сейчас, как только поставим сборщик вот сюда и вот сюда, у нас появится возможность поставить сборщик там, где его обычно ставить вообще нельзя. Очень сложно это делать на обычном эликсире. Такое может получиться только на двойном эликсире, когда у нас есть возможность ставить больше сборщиков. Но и опять же нюанс. Вот, смотрите. Смотрите, 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 смотрите. Есть сборщик. И вот. Вот на этом моменте, как только стояли все восемь сборщиков в нужном нам положении, то есть положение тоже очень важно, потому что, как я уже сказал, нельзя на карте теперь нигде поставить сборщики, ибо он туда не влезет. И как только вот здесь все восемь сборщиков стояли, чувак берет, просто перетаскивает сборщик на пустую вот сюда зону, и он автоматически попадает вот в эту точку. Причем он стоит криво, и это тоже, можно сказать, как такой своеобразный баг. И в таком же ключе нужно повторять все и дальше. То есть как только стоят все восемь сборщиков, опять перетаскиваем карту, и опять все сборщики ставятся просто в ряд. Короче, я понимаю, что это сложно звучит, но если вы повторите один в один, как показано в этом реплее, то у вас получится поставить инферно. Давайте немножечко ускорим, чтобы это все дело было нагляднее видно. Мы видим, что как только здесь собирается восемь сборщиков, здесь можно поставить еще один. Как только у нас останется две клетки до конца, можно будет поставить инферно. Смотрим, вот еще один сборщик сейчас пойдет сюда. И сразу же вот сюда. И вот он в тот самый момент. Смотрите, доступно инферно. Нам опять нужно забить абсолютно все вот эти восемь сборщиков. Как только здесь становится сборщик, инферно точно так же перетаскивается на крышу вот эту синюю, и оно попадает нам. Ну вот смотрите, ладно, сложно это объяснить в нормальном виде. Давайте будем глядеть. И вот оно. Инферно, видите, где стало? И теперь мы можем отзеркалить инферно сюда. Вот, пожалуйста, баг работает. Суперсел не полностью пофиксили этот баг. Но хотелось бы отметить очень важный нюанс. С первого раза у вас может ничего не получиться. Возможно, некоторые из вас думают вообще, что за хрень Аурум несет. Я на изи это повторю. Попробуйте повторить. Действительно, это очень сложно. Я лично не пробовал, но те люди, которые создавали вот этот весь реплей и этот баг пытались уничтожить вражескую башню с помощью инферно, они потратили достаточно много времени и сил для того, чтобы раздуплиться, как же это, собственно, сделать. У них все получилось. Это найс. Если у вас тоже это получится, пишите в комментариях. Я буду за вас действительно искренне рад. Ну а с вами был Аурум. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачки. Субтитры сделал DimaTorzok